Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех любящих Слово Божье. Меня зовут Махти. Сегодня мы подводим итоги изучения уже пятого урока по посланию к Ефесянам. Урок назывался «Искупление в земном измерении. Крест и Церковь». Памятность их взят из Ефесяна 2 глава 13-14 стихи. Давайте их прочитаем. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одной, разрушивший стоявшую посреди преграду». Итак, основной текст это Ефесянам 2 глава с 11 по 22 стихи. И давайте мы с вами рассмотрим этот отрывок. Вообще, о чем этот отрывок? Давайте мы посмотрим. На самом деле, здесь говорится о том, что вот жили-были иудеи, поклонялись Богу, но при этом заблудились в своем законничестве. Жили-были также и язычники, они не знали истинного Бога. И заблудились в идолопоклонстве. И те, и другие заблудились. И те, и другие, по сути, были грешники. Просто грешники двух сортов. И при этом они ненавидели друг друга, враждовали с Богом, за исключением единиц. Конечно же, были люди, которые знали Бога, поклонялись Богу так, как знали и понимали, что в иудаизме, что в языческой среде были люди, которые искали Бога. Но и те, и другие, как мы понимаем, нуждались в спасении. Иисус пришел, чтобы примирить и одних, и других примирить с Богом. А побочным эффектом этого примирения с Богом стало то, что иудеи и язычники примирились также и друг с другом в рамках церковной семьи. Об этом данный отрывок. И, по сути, это отрывок о том, что иудеи и язычники стали частью одного целого во Христе. Они стали частью Христовой Церкви и Христового Царства. Ну, а теперь давайте мы подробнее разберем этот отрывок. Стих за стихом пройдем и рассмотрим каждую фразу, каждое выражение, что оно означает. Итак, вторая глава Ефесянам с 11 стиха. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. Итак, помните. Очень важно помнить, вспоминать кое-что о прошлом. И вот это интересный момент. Что стоит помнить, а что стоит забыть. Об этом порассуждайте. Здесь Павел говорит, что помните, что вы некогда язычники по плоти. По плоти означает по природе. В другом месте, в послании Галатова, апостол Павел говорит, что мы иудеи по природе, а не из язычников грешники. Да, но это не означает, что иудеи не грешники, просто те были из язычников грешники, а эти из иудеев грешники. По сути, те и другие грешники, просто проявление греха, оно чуть отличается. Без Христа мы все безнадежные грешники. Здесь интересное выражение, которых так называли необрезанными, называли так называемые обрезанные, плотским обрезанием, совершаемым руками. Называть необрезанным для иудея, это было такое презрительное наименование, это был презрительный титул необрезанный. Это как сегодня, допустим, мусульмане говорят о немусульманах кяфиры, да, так тоже как бы свысока. Или, например, христиане говорят о ком-то, а это нехристь, нехристь, такое презрительное, свысока определение. И также иудеи называли язычников необрезанными. Но здесь интересно, апостол Павел говорит, так называемые обрезанные плотским обрезанием, так называемые обрезанные. То, что они были обрезаны по плоти, апостол Павел считает таким, ну, незначительным, не особо важным обрезанием. Плотским обрезаемым, совершаемым руками, апостол Павел подчеркивает, что это все относится к плоти и особо на духовность человека не влияет. Поэтому смысла о том, что того, что они превозносились над другими, по сути, никакого нет. В 12 стихе читаем, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Здесь мы видим описание положения язычников, такое пятикратно проклятая жизнь, можно сказать. Без Христа, отчуждены от общества, чужды заветов обетования, без надежды и без Бога. Пятикратная такая вот проклятая, отлученная от Бога, от всего благочестивого, отлученная такая жизнь. И, конечно, это очень печальное положение. Но дальше, а теперь вы во Христе Иисусе, бывшие некогда далеко, стали близки крови Христовой, бывшие далеко. Они были далеко, далеко от Бога, далеко от Христа, далеко от обетований, далеко от надежды и далеко от общества израильского. И теперь мы видим, что они стали близки Христу, Израилю, обетованием, надежде и самому Богу. Дальше. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одной, разрушивший, стоявшую посреди преградам. Он есть мир наш, то есть Он не просто примиритель, но Он Сам есть мир. Это очень важно. Иисус не просто примиритель. Примирителей было много. Более или менее успешно они справлялись со своей миссией примирения, но Иисус Сам есть мир. В Себе Самом Он примиряет. Не просто между собой примиряет кого-то, но Он Сам становится посреди и двумя руками охватывает тех, кто оказались во вражде. И привлекая их к себе, обнимая их у своей груди, Он сближает их друг с другом. Из обоих одно. И Он разрушает стоящую вот эту посреди преграду. Та стена, которая во дворе храма отделяла зону поклонения иудеев от необрезанных язычников. Вы знаете наверняка о том, что была такая стена во дворе храма. То вот эту стену, как бы, имеет в виду апостол Павел, как символ того разделения, которое было между иудеями и язычниками. И язычники, которые хотели поклоняться к Богу, они не имели права переступить, зайти, войти в эту зону поклонения, потому что они просто по происхождению своему не соответствовали необходимым критериям. Апостол Павел говорит теперь, что эта преграда устранена, и те и другие во Христе могут приступать к Богу. Есть ли такие стены, такие барьеры символические или реальные, барьеры для поклоняющихся в вашей общине, в вашей церкви? Задумайтесь, а должны ли быть такие барьеры, которые не подпускают, допустим, не обрезанных духовно, не посвященных, не крещенных, не вступивших в завет с Богом, ограждает их и отдаляет их от Христа, преграждает им путь ко Христу? Должны ли быть вот такие барьеры в церкви? Мы, конечно, понимаем, что не должно быть барьеров к тому, чтобы приходить ко Христу, но, с другой стороны, когда в церкви речь идет о служении, то иногда мы сталкиваемся с тем, что не всякого мы допускаем до служения, не всякому даем возможность выйти за кафедру, не всякому даем возможность участвовать в богослужении своими талантами и дарами. Мы ожидаем, что люди, которые будут служить другим в церкви, это люди, которые себя посвятили Богу, которые приняли Христа, которые пережили покаяние в своей жизни, потому что мы понимаем, что именно такие люди могут быть частью богослужения, именно организацией богослужения. Участниками, конечно, все могут, каждый может прийти, чтобы поклониться Богу, но организовывать богослужение и служить своими дарами в церкви, конечно, мы понимаем, может тот человек, который уже принял Христа. Но вот поразмышляйте над этим, как вы в своей общине, каких правил вы придерживаетесь, вот в этом вопросе. Далее мы читаем. «Упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди, учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устроя мир». Более точный перевод. На самом деле здесь нет этого выражения «упразднив вражду плотью своей» в оригинале, но более точный перевод такой. «Он упразднил закон с его повелениями и правилами», то есть имеется в виду весь свод закона Моисеева, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, из иудеев и язычников, он созидает одного, один формат, один образец человека, посвященного Богу, и установить мир. «И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». «В одном теле примирить обоих посредством креста». То есть крест не просто обнулил вражду, крест заложил фундамент глубокому единству с Богом и с ближними. Крест является силой для такого единства, крест является таким мощным мотивом, который дает тебе смирение, чтобы принять человека, который отличается от тебя, простить его, проявить снисхождение к нему. И просто понимать, что вы, может быть, просто разные. Не то, что ты хороший, он плохой, а может быть, вы просто разные. И оба любимы Богом, и оба ведомы Богом в его царство. Убив вражду на нем. Убить вражду можно было, убив, например, врагов. Убил врагов, и вражды больше нет. И так мог поступить Бог. Но Иисус избрал другой путь. Он убил вражду на кресте, взяв на себя все последствия греха, и всю эту вражду, все эти распри, проклятия. Он взял на себя, и таким образом на кресте уничтожил всякое основание для вражды. И глядя на крест Христов, мы понимаем, насколько много нам прощено, и что Бог нас примиряет с собой. И мы понимаем, что наши причины для вражды, которые у нас были с нашим ближним, фактически становятся незначительными на фоне того, что совершил для нас Господь. 17 стих. «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». То есть мы понимаем, что и дальние, и близкие, все нуждаются в примирении. Был ли ты близок к Богу, был ли ты далек от Бога, но если ты не был с Богом, то ты нуждаешься в том, чтобы примириться с Богом, наконец. Например, вспомните Якова, который был близок с Богом, но он не был еще примирен, пока не случилась та ночь борьбы, когда он окончательно отдал свою жизнь Богу, в Божьи руки вручил себя. Поэтому можно быть близким к Богу, но при этом не быть с Богом. И это, конечно, такая опасная ситуация. 18 стих. «Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Доступ к Отцу. И здесь интересно, что это еще один текст о Троице. Доступ мы получаем к Отцу через Христа в Духе Святом. Именно такая формула показывает, как Бог Триединый дает нам возможность восстановить отношения наши с Ним. 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». То есть другой статус. Не чужие пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Восстановление отношений между людьми, сограждане, мы теперь друг к другу. И восстановление отношений с Богом, мы теперь для Него свои. 20 стих. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа, краеугольным камнем». Что здесь говорится? Апостолы и пророки являются основанием. То есть здесь говорится уже о церкви. Церковь утверждена на основании апостолов и пророков с краеугольным камнем в Иисусе Христе, конечно же. Но вот пророки здесь, обычно здесь понимается, знаете, что пророки это указание на Ветхий Завет, апостолы на Новый Завет. На самом деле, по логике это не так. Пророки здесь, конечно же, имеется в виду не Ветхозаветные пророки, а пророки в церкви, Новозаветные пророки. Ну, например, 1 Кориффе 12, 28. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками и так далее». Ефесянам 4, 11. «И Он поставил одних апостолами, других пророками». То же самое. Ефесянам 3, 5. «Тайна, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам его и пророкам, Духом Святым». То есть, речь идет о том, что апостолы и пророки – это было основание духовной жизни церкви первоапостольской. То есть, раньше был Израиль, который был основан на законе Торе, на Моисее и на пророках Ветхого Завета. А теперь Новый Израиль – церковь, которая стоит на апостолах и пророках Нового Завета, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. То есть, это такой сильный распространенный образ – краеугольный камень Иисус Христос. Вы знаете, много текстов об этом, сейчас не будем все их перечислять. И дальше мощнейший вообще образ того, как церковь строится на этом основании. То есть, церковь – это здание, церковь – это храм, такое духовное понятие, духовный образ, святой храм в Господе. И это здание, слагаясь стройно, возрастает. Вот такой Божий замысел о том, что должно происходить в церкви. И на котором, 22 стих, и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. То есть, храм – это один из сильнейших образов церкви, Божьего народа Нового Завета. Упоминание здесь о Святом Духе тоже не просто для красного словца. Это снова указание на участие всей Троицы в созидании церкви. Христос краеугольный камень, Дух Святой оживляет все камни в этом здании. И созидает это здание. И Господь, конечно же, Отец – это тот, кто является строителем, домостроителем. Что означает этот образ храма практически? Образ церкви как храма означает, что каждый из нас важен. Каждый из нас, как камень в этом строении, в этом здании, очень важен в целом для этого здания. Что никто не спасается в одиночку. Еще один смысл. Ты не можешь быть камнем в стороне и не быть частью этого здания. Потому что церковь – это здание. Бог воздвигает здание. Ты не можешь просто лежать в сторонке. Ты должен встроиться в каком-то месте в это здание. И еще один момент, что каждому из нас нужно знать свое место в этом строении и быть живым камнем. Церковь – это, по сути, инструмент такой антивавилона. Если вавилонский грех смешал языки и разделил людей, то церковь теперь стирает все эти границы и объединяет людей разных культур, рас, мировоззрений, национальностей и языков. Но это объединение происходит только благодаря Христу. Благодаря присутствию Христа в этом здании. И церковь будет настолько сплоченной, насколько в ней Христос. И церковь будет настолько примиряющей людей с Богом, насколько в ней будет Христос. Давайте помните об этом. И давайте теперь подытожим, какие основные вопросы мы затрагиваем в этом уроке. Павел призывает. Помните. О чем стоит помнить, о чем стоит забыть. Из своего темного прошлого до Христа. Почему крест является единственным надежным средством примирения? Тоже интересный вопрос. Далее. Некоторые христиане считают, что мир между иудеями и язычниками достигается устранением Божьего закона десяти заповедей. Что именно об этом говорит апостол Павел в Ефесянам 2.15. Согласны ли вы с этим? И почему? Да? Или почему нет? Какие есть свидетельства Ветхого Завета о том, что иудеи спасались по благодати? Через веру еще до пришествия Христа. Что иудеи спасались ни законом, ни делами, но что спасались по благодати. В Ветхом Завете найдите такие примеры и тексты. Какими были мотивы у иудеев, когда они воздвигали стену между собой и язычниками? Порой это были положительные мотивы, добрые мотивы. И таким образом они затрудняли вхождение язычников в общество израильское, но они считали, что эти барьеры нужно сохранять и поддерживать. Может ли подобное повторяться в современной церкви? Какие барьеры порой мы можем неосознанно воздвигать и как этого избежать? Поразмышляйте. Каким образом церковь решает проблему разногласий и разделений в обществе? Конкретно ваша община. Ваша община как совершает вот это служение, примирение и устранение разногласий и разделений? Какие противоречия общества разрешаются с помощью вашей общины? Подумайте. Бог формирует святой народ, то есть отделенный народ. И при этом мы понимаем, что какое-то разделение должно быть. Отделение или какие-то границы должны оставаться между Божьим народом и окружающим миром. Какие это границы? Что это за границы? Тоже подумайте об этом. Почему так получается, что мы так много говорим о примирении, но по факту принятие Евангелия довольно часто порождает разделение, даже вражду. Евангелие должно примирять людей, мы много об этом читаем, говорим, проповедуем. Но мы сталкиваемся с противоположным порой, что Евангелие разделяет людей. Почему это происходит и может быть как это можно минимизировать? Размышляйте. Спасибо, друзья, и мы будем благодарны, если вы ваши ответы, какие-то из ваших ответов напишите в комментарии. А сейчас давайте помолимся. Господь наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты примирил. Нас собою во Христе, Господи. И Ты примиряешь нас друг с другом с людьми, которые отличаются от нас, с другими, которые мыслят по-другому, которые являются людьми другой культуры, иногда другой расы и национальности. Ты созидаешь единое тело Церкви. Ты примиряешь нас друг с другом и даешь нам гармонию отношений благодаря Иисусу Христу. Мы благодарны Тебе за Церковь, в которой мы можем быть одно, хотя мы настолько разные. И мы просим Тебя, помоги быть живыми камнями в этом духовном здании Церкви. Да будет Тебе хвала вечная, Отец Небесный и Господь. Аминь. Спасибо, дорогие друзья, за то, что вы продолжаете изучать Священное Писание вместе с нами. Божьи благословения вам на наступающую субботу и на всю предстоящую неделю. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok